всем привет с вами андрей у нас выживание в подземелье вторая часть легенда о колоссе эти заберем ежедневную награду у нас в этой коллекции изысканных вин которые используются для собственно пополнение бодрости ваших персонал но в этом выпуске я хотел собственно пробить болото давайте посмотрим можем что-то купить дух славы какой-то навык на воина не знаю что за навык уклонение на воина на голову шлем викинга есть книжки за 50000 можно было бы купить это все донатные ребята осколки тоже донатные давайте возьмем наверное книжки давай шлем воина в принципе смотрится неплохо с уклонением для нашего воина и второй воин давайте посмотрим какой у нас активно давайте посмотрим что у нас тут забрать у нас черта у стива изобретатель ему комфортнее изобретать добавляет вам новую собственно черту танка судя по всему давайте переоденем ботинки собственно да давайте купим в магазине эту голову давайте посмотрим сколько она стоит может у нас лучше у нас тут 8.6 уклонения там нам рекомендуют явно слабее уклонения хотя по 25 в теории можно попробовать давайте купим и отправим нашего карактики шлем викинга собственно полтора часа давайте его отправим ну он немножко ускорил сейчас 16 немножко побыстрее будет у нас место у нас место в инвентаре не хватит нам нужно все лишнее продать серия продаем все лишнее 22 уровень продаем 24 можно продать продали чтобы у нас просто побольше места было куда мы сюда еще раз придем сегодня у нас собственно как как я и говорил болото давайте его пробьем посмотрим 30 уровень наши ребята 32 уровня я ни разу в болоте не был поэтому говорить по нему сложно пойдем стандартам нашим самым сильным отрядом который у нас есть он у нас выглядит так вот сложность средняя нам рекомендует мити и вилсона но мити это маг насколько я помню массовый а вилсон это массовый ядовик поэтому я думаю мы попробуем сейчас пробить 32 уровень ребята попробуем я не думаю что сильно сложно будет но все таки не стоит недооценивать сложность у нас есть черта спринтер самым мы быстрее двигаемся в подземелье или я такая либо это болото совершенно недоступно опасный туман и постарайтесь не заблудиться я делал отметки пути чтобы не ходить кругом здесь могут быть свирепые существа будьте осторожны давайте посмотрим я надеюсь мы справимся на квест у вас видишь этих людей хвала хвала надоедливые людишки наша еда потревожили наш сон гони их прочь понял судя по всему нам тут не рады собственно давайте посмотрим что это за существа что это вообще за существо у нас получается огонь пробивает то есть ты сюда нужно мага огненного брать бьют кровотечением а вторые ядовики не уединок электричества практически 1700 и 4000 хп давайте по-быстрому попробуем потушить эту компанию практически добили закидаем ядом и переднюю рыбу собственно у нас получается задняя медуза и передняя рыба ну на самом деле они не особо страшные я думаю мы их потушим без проблем не нужно там что-то выпендривается давайте уберем чтобы она не отсвечивала а то что то она там вибрирует мне вибрации как показал практика не особо полезные рыба исчезла давайте посмотрим что там куда она там исчезла повышает свой урон что это за рыбина такая вот закопаться а это регенерация ну понятно короче рыба сейчас будет очень много дамага наносить судя по всему да урон на следующий ход давайте дадим гард это что за контратака такая была интересная ну собственно от яда откисла нам дали сплянку тут один этаж поэтому я думаю мы быстро должны пробежать плюс-минус понятно что мобы для меня неизвестны поэтому сложно будет но все таки я думаю мы добежим очень много развилок а еще мобы какие то но с медузой мы встречались давайте посмотрим второго это хамелеон он тоже огонь огонечек ну в принципе я думаю хамелеон как и все остальные падает быстро то есть по сути это локация как и лес ну может чуть чуть сложнее поэтому я думаю без проблем вы сможете ее протушить не потому выстрелил но ладно давайте дадим стаб аааа достаточно энергии они меня застанели судя по всему да это подпись а второй ходит молниеносный росток судя по всему она увеличивает себе атаку я правильно понимаю неустойчиво может взорваться в любой момент увеличивает атаку да тело разгоняет себе урон давайте попробуем по-быстрому забрать забрали какое-то болото свежие прибанки все научки идите порыбачить давайте порыбачим это рыба заглотила наживку это правда ничего не осталось мы получили крепкую рыбу и чё это за рыба благословление прочной рыбы нельзя вывести съешьте чтоб получить благословление прочной рыбы давайте съедим посмотрим что это что это дает удостоверение мы чувствуем возбуждение после употребления в пище необычное болище выносимо урон на 30 процентов один этаж подземелья это шикарно почему потому что тут всего один этаж поэтому любой бафф который мы смогли бы найти для нас прям жизненно необходим как и дебафф для нас будет прям критично плохо очень изделистый этаж но у нас есть карта поэтому она в принципе все равно давайте эту компанию убьем но они все уязвимы собственно к огню поэтому они в принципе не особо страшные я думаю даже в эту локацию можно было бы и поформить потому что они не сильно страшные он там что-то скастовал но это не сильно критично кинем на задненькое яд вот хамелеон почему-то сильно уклончивый оказался а вот обратите внимание второй раз уклонился сколько у него уклон у него уклон 70 процентов есть уклон можно пробить то что пробить уклон нужно искать мобов которые гарантированно попадут в цель на либо вешать на мобов дебафы ну либо ждать пока они сами вас ударят например стоит дерево соответственно они сама выпилиться об нас потому что у вас видит отражение на передней позиции если они бьют в переднюю позицию они отъезжают в переднюю позицию вообще локация слишком объемная но она круговая как вы видите то есть даже если она достаточно большая она круговая из-за этого мы ее в принципе без проблем разберем ну либо посредственно ничего такого сказать не могу вот единственное уклонение конечно это весит чтобы пробить это уклонение будет непросто чтобы она стала более стабильной потому что как показала практика нестабильные мобы они взрываются а когда они взрываются может быть и все очень печально поэтому лучше не доводить до взрыва если есть такая возможность бьем руками капец тут ответвление конечно давайте порыбачим возможно мы выловим кого то еще нашли еще какую то вкусную рыбу что это за вкусная рыба ОЗ героя устанавливает 20 процентов на самом деле это прикольно ну целый друг друговая локация Эдди мы вернулись к тому с чего начали Филия довольно странно я остался с людьми земли почему мы все нашли из пруда амфибии выпрыгивают заблудились лягушки мы не лягушки мы амфибии вы понимаете нас следуйте за нами и отведем от священного места мы знаем его местонахождение верно что они говорят я думаю они используют древний язык они хотят быть нашими приводниками быстрее пойдемте у нас тут выборы пойдемте на самом деле я бы не доверял этим лягушкам как показала практика друзей тут нету группа следует за амфибия вглубь болота здесь есть гигантский протон полно густым туманом кажется в воздухе есть бесчисленные потяще сферы внезапно огромные волны на воде вызывают сильную вибрацию увы вас съедят ну вот о чем и речь мы уходим ну как я и говорил собственно доверять амфибиям сомнительное решение поэтому если есть возможность и мне доверять лучше и мне доверять собственно стреляем по заднику потому что он начнет уклоняться и так же на него кидаем яд для того чтобы он так же даже если будет уклоняться чтобы он уклонялся от яда нам конечно больно потому что он бьет шипами но я думаю для нас это не сильно критично зальем его ядом тут самый лучший моб если вы будете проходить сами бьющий огнем бьющий огнем и бьющий гарантированно в цель собственно мы пробили санданж но у нас еще осталось 59 процентов давайте его по-быстрому пробежим эти 59 процентов посмотрим где мы не были нам нужно вверх нам нужно вверх закроем все это выпадающее окошко оно не мешало да тут конечно ответвление до хрена небольшая рыбина давайте его опинаем у нее ранг 3 звезды то есть это скорее всего босс в текущей локации ну как я говорил ранее мы пробиваем заднего потому что он начнет уклоняться а амфибия которая передняя нам особо не страшна даже если она там будет прям что-то очень страшное кидать но в принципе не критично поэтому режем эту рыбину чтобы она не отсвечивает начинаем ее настреливать закидываем ядом она пытается от нас уплыть но у нее ни хрена не получится третий ход ставим обратный гарп для того чтобы урон повысился даем на нее дебаты накинула кровоток на танка давайте снимем кровоток и продолжим эту рыбу напинать ну это босс поэтому хп у него больше чем обычно давайте посмотрим количество это 19000 ну в принципе не особо критично для нас я бы даже сказал атака духленькая но важно кидать на себя не забывать защиты чтобы нас не раздамаживала эта рыбина ну и яд собственно чтобы она текла от яда понятное дело что эффективнее тут был бы огонь поэтому я рекомендую сюда в следующий раз если вы пойдете брать именно огонь для того чтобы она просто более эффективно раздамаживала его либо босса можно просто достанет чтобы он не отсвечивал вот она пытается уплыть давайте ее не дадим уплыть собственно ее добили нам дали одну склянку за нее ну и какие то предметы двигаемся дальше ну собственно как я говорил ранее забираем эту личинку хамелеоновскую чтобы она не начала уклоняться у нас просто не нечем по ней попасть у нас нет прямого урона чтобы по ней попасть тут круговая локация как вы видите подписка к огромной локации да локация действительно здоровая вот собственно давайте запинаем уплыть заднего сначала будем пинать порежем немножко рыбу покинул танку дадим гард чтобы он не отъехал с первого удара кнопки с ферора в общем то не реагируют он видимо знает что я хочу выбрать поэтому они и не реагируют собственно рыбиного походило кинг-кил он накинул у нас кровоток но я думаю это не критично под щитом кровоток бесполезен будет, он конечно много урона будет наносить, но рыбина пытается спрятаться, давайте ее отбинаем, вот она укрыла, получили еще немножко болот на самом деле мне понравилось, мол бы, единственное мне не понравилось, ну это собственно круговая локация, давайте сюда пройдем посмотрим, о удочка, вот эти прудики прикольно сделаны, на нас напала рыба, нет не напала, нам дали вкусную рыбу, но она видимо уже выступает, давайте посмотрим, мы получается не следовали еще пару ответвлений, давайте посмотрим но все-таки 2 хамелеона, я говорил ранее, хамелеонов нужно убирать в первый ход, причем максимальная дпс, потому что они дальше, они просто на себя кидают уклонение, и вы заколебетесь их убивать, поэтому максимальный урон хамелеона, чтобы они даже не пытались уклоняться на второй ход, иначе вы просто проиграете хамелеону, собственно 90% мы что-то не исследовали, у нас еще есть прямая, давайте прибежим туда, мне вообще сама по себе локация леса нравится, собственно, как и болото, скорее всего, тоже понравится, потому что мол был из зимы к огню, тем самым это достаточно, у меня присутствует маг, его дали по сюжету, вот, я как раз его успел одеть, вам покажу, я иди, зовут их снежбайк, мага, у нас, собственно, еще одни мобы, они последние на текущей локации, как я и говорил ранее, наша задача максимально быстро забрать вот этого вот мобика, если вы его не успеете забрать, или вам что-то помешает это сделать, то он, скорее всего, начнет уклоняться и многоуровно вам носить, причем у него уклонение под 70%, то есть попасть к нему можно, если вы бьете гарантированной атакой. Он будет сейчас пытаться уплыть, давайте кинем на него я, пускай пытается. Ну все, собственно, сто процентов следования этажа, болото мы закончили. Город. Останавливаем магазин кузницы, кто-то новых минут, чтобы смотреть. Давайте посмотрим поблуждение. Выберите снаряжение, которое хотите пробудиться сзади. Теперь давайте испытаем новое снаряжение. Давайте испытаем. Куда нажать? «Найдите на страницу героя». Вошел снаряжение. Нажмите кнопку «Иллюзия». Не знаю, где эта кнопка. Ну что? Нажмите. Ну, она же не соответствует. А, ну на мага. На самом деле прикольно придумано. Пробуждение пока не ясно. Вообще, в целом, если я представляю, это сложно осудить. Ратуша, собственно, у нас заберем. Это осколки Эдди. Это маг. Одиночная цель берет. Таверна у нас сегодня. Ух ты. Город Нойд. Это шикарный квест. Дети трущоб называется. Мы, скорее всего, на него пойдем вместе с вами. Почему это хороший квест? Это прокачает, скорее всего, его. Давайте посмотрим, где эти трущобки на Стива. У нас присутствует Стив. Единственное, он немножко занят. Да, дети трущобки, видите, то есть это его квест. И нам нужно его выполнить. Мы с вами. Вот. Поэтому, я думаю, мы с болотом пока закончили. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok